здравствуйте дорогие друзья подписчики и случайные зрители в этом видео мне хочется поговорить о видах гуппи маленькая рыбка гуппи является истинным гигантом своем разнообразии видов при этом чаще всего фанаты и разводчики гуппи различают этих рыб размерами форму хвоста форма спинного плавника и конечно окрасом самое интересное то что новые виды этих рыб появляются и сегодня это связано с тем что они легко размножаются легко скрещивать искусственно быстро становятся половозрелыми ну и конечно живучесть этих рыб играет немаловажную роль конечно мы не сможем обсудить все виды этих рыб однако на самых популярных точно посмотрим помимо этого споры о названиях и принадлежности этих рыбки и пятни только среди аквариумистов но и среди ученых дабы избежать гневных комментариев мы постараемся не придерживаться тех или иных взглядов выбирая просто более популярные названия начнем с размеров маленькие виды гуппи часто называют карликовый самая популярная карликовая гупяшка называется гуппи эндлера гуппи эндлера описано представленному миру джоном эндлером который обнаружил эту рыбку в одном из озер венесуэлы считается что эта рыбка относится к микропициллиям это связано с рядом отличительных особенностей как строение тела так и поведение этих рыб как сказал ранее у этих рыб маленькие размеры взрослые самцы едва достигают двух с половиной сантиметров самки крупнее до 4 сантиметров хвосты самцов невуалевые прозрачные с окрашенными крайними лучами в большинстве своем гуппи эндлера сочетают красный черный и оранжевые цвета иногда к основным станам добавляется голубой у большей части самцов на боку черная пятнышка которая может исчезать при стрессе и появлении различных неприятных ситуаций но в скором времени она появляется вновь как обычно самцы в отличие от самок стройные самки кстати не яркие имеют золотистый или серебристый окрас в стрессовых ситуациях вообще становится бесцветными обычно в условиях аквариума живут примерно 2-3 года как и другие гуппи очень плодовиты по экологическим причинам карликовые гуппи в родных водоемах находятся под угрозой исчезновения поэтому во всем мире создаются сообщества аквариумистов которые стараются сохранить именно природную форму этих рыб второе отличие рыбок гуппи это хвост чаще всего различают 14 хвостов особо описывать хвосты нет смысла ведь поведение этих рыб из-за формы хвоста не меняется а вот посмотреть на эти хвосты стоит первый хвост это веерохвостовый вторые веерохвостовый обрезанные 3 веерохвосты остроугольные 4 верхний меч пятый нижний меч шестые вуали хвосты седьмой вид хвоста двойной меч вилочные восьмой вид иглохвосты и девятый копья хвосты и десятый вид круглохвосты и одиннадцатый вид лопата хвосты бывают округлые и угловатые двенадцатый вид лирохвосты и тринадцатый вид флагохвосты или флаговые четырнадцатый и заключительный популярный вид юбочные это были самые популярные формы хвостов вероятно есть и другие которые известны меньше следующим важным моментом является верхний плавник насчитывается 7 самых популярных названий спинного плавника круглый овальный флаговый ленточный вымпельный шарфовый ласточка или корона анальный и брюшные плавники чаще всего имеют две формы или два типа обычный и ленточный стоит обратить особое внимание именно на самцов с ленточной формой анального плавника с данной формой анального плавника самцы являются бесплодными ген ленточной мутации передается только через маму гупяшку последнее что мы рассмотрим это самые популярные окрасы гупи и их название но перед этим напомню о том что это лишь малая часть из великого множества названий и окрасов гупи черный принц гупи тукседа гупи сине-зеленые гупи московские синие гупи московская гвоздика гупи красный дракон гупи красный блондин гупи алые гупи зеленая кобра гупи кобра красная гупи кобра гупи голубой неоновый гупи гупи голубой металлик гупи берлинцы гупи мальборо неон красный акелла гольф стрим жар птица красная перламутровая гупи гупи перламутровая золотая гупи перламутровая оранжевая перламутровая сиреневая есть и дикие окрасы в целом окрасы складываются из покровных цветов гупи и формируются сочетаниями пигментальных клеток хроматофоров кожи и чешуи они формируют фоновый и покровный окрас соответственно различия в окрасе вызывается наличием и количеством пигментных клеток первый черные клетки или по другому их называют меланофоры красные клетки эритрофоры желтые клетки сантофоры перламутровые клетки или радужные гуанофоры содержащие гуанин помимо окраса корпуса о котором мы поговорили выше необходимо обращать внимание на оттенки преобладающего цвета окраса рыбки каждый профессиональный разводчик гупи преследует цель открыть свой вид гупи найти новую форму спинного плавника хвоста необычный окрас на этом видео подошло к концу всего вам доброго и до новых встреч до свидания обязательно подпишитесь на наш канал субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»